здравствуйте здравствуйте дорогие мои друзья вы на канале русская душа с вами марина мы в моем саду и я сейчас буду собирать урожай смотрите у меня плодоносит земляничка это ремонтантная мелкая земляника которую я вырастила семенами цветы до сих пор цветут очень красиво вот та желтая теперь уже желтая хвоста окрасилась красивый осенний цвет не буду выдергивать однолетние цветы и мне нужно посадить лилии желтые высокие вот я буду сажать сюда наверное эту грядку привезла с дачи луковицы вот они землянички еще не посадила в горшок для того чтобы зимой собирать из-за из-за как всегда помогает мне хуй по пятам продолжаю собирать потихоньку буреющие томаты томаты наливаются когда они теплица стоит закрытой дверью сейчас я открыла чтобы немножко выветрился конденсат и я прямо вижу что продолжают наливаться и обещают бабье лето до конца октября еще более или менее будет тепло поэтому пока более скажем так пока я не вижу особых следов болезней на томатах они у меня будут здесь продолжать жить в теплице становится все крупнее это заметно особенно если пару-тройку дней не заходишь в теплицу огурцы тоже по понемножку собираю немножко перцев есть баклажан но скажем так перцы баклажана у меня нынче не урожайные хотя смотрите какие огромные кусты выросли вот возможно их пора удалить но там тоже потихоньку наливаются баклажанчики не буду трогать листья огурцов конечно уже все желтые страшные но плоды наливаются огурчики поэтому пусть пока сидят огород очищаю понемногу вот нужно георгин его тоже стукнула заморозком видно черные листья надо обрезать вынуть корневище вытрясти вот эту грядку на которой росли кабачки буду заваливать травой вот здесь у меня росла спаржевая фасоль я ее вырвала с корнем оставила на грядке и похоронила под слоем газонной травы это нам тоже соседи отдали вот вот лишнюю я пока складываю вот на эту грядку а потом буду уже разносить туда куда нужно вот допустим нужно будет вот эту грядку тоже закрыть мульчой из этой травы на этой грядке будет расти чеснок на этой 10 час морковка и после того как он будет высажен эта грядка будет замульчирована толстым слоем березовых листьев а насчет листьев мы договорились вот с этим соседом так что он нам эти листья даст мне как раз хватит сейчас я хочу сорвать хорошенькую зеленую редьку сейчас посмотрим какую бы сорвать такую немаленькую надо хочу сделать салат из редьки и морковь так вот это сейчас вторую все просто не выберешь вот хорошенький корнеплодик и и сорву вот такая редька это маргелланская положу ее пока здесь вот здесь и пойдем сорвем морковки морковку нужно уже вынимать по хорошему то уже не надо ее держать дольше в земле чтобы она снова не не дала корни не начала уже дудку гнать потом будет портиться эта морковка гибридная по моему голландская f1 сажала мне по одному семян ушку прямо дочка и здесь всего один рядок вот видите и он этот рядок всего одна пачка семян ушла маленькая вот такая замечательная морковка красивая ровная вот ну на вкус я не помню по моему мы еще не пробовали наверное будет сладко гибридная свекла очень сладко вот такие вот коротенькая такие вот хорошие морковочки сейчас мне нужно и это быстро видите у меня здесь очень такая почва мягкая смотрите и просто я не знаю наверное в эту почву можно руку по локоть засунуть то есть она легко поднимается руками голыми без лопаты о какая морковочка ой какая красота надо будет взвесить почва в подмосковье почва суглинок у нас здесь очень тяжелый суглинок принципе и здесь и на даче это юг новой москвы и на даче тоже суглинок тяжелый знаете вот хоть этот кирпичный заводик открывай или завод по производству фаянсовой фас посуды вот так вот знаете сейчас вынимаю морковь пахнет морковью и пахнет вот этой травой она же как говорят горит биологическим горением пахнет такой заквашенной травой похоже на запах силоса вот мой урожай видите вот как будто новый листочек пошел скорее всего что морковь пересидела надо ее срочно вы не вот конечно пересидела смотрите вот как раз о чем я говорила сегодня я ее пущу вот пошли новые корни вот беленькие видите вот смотрите что значит пересидела морковь вот вот хорошая а вот с новыми корешками морковь которые заново пошла в рост на второй срок решила размножаться и дала новые побеги вот надо ее сегодня прямо сейчас я ее куда-нибудь употреблю чтобы она не пропала ну-ка ну-ка посмотрим а здесь у меня будут еще такие нездоровые морковки которые решили снова размножаться но пока нет ой какая красивая немножко кривая но такая крупная урожай меня радует нам не нужен очень большой урожай потому что нас же двое но и что-то конечно всегда еще семье дочки достается о смотрите отломила видимо кривая была морковочка не так чернула вот здесь уже пошли новые корешки вот видите передержала и морковь грядки но сейчас я ее все проверю и ту которую передержала срочно пущу куда-то или на заготовку или в блюдо вот конечно все сейчас даже хоть тут и не так уж ее много мы ее не съедим я не смогу ее никуда употребить в таком количестве еще немножко дачной моркови есть который дочь на даче вырастил как бы столько пока не нужно никуда ну вот а эти вот две или три начавших заново расти морковки я сейчас можно знаете даже что натереть ее и заморозить на черту потом зимой по быстренькому и хлоп хлоп и достал и замороженный суп вот такой вот посмотрите какой у меня морковный урожай сколько здесь я не знаю ну килограмм пять морковки есть есть очень крупные вот такие вот моя рука да вот такая морковище пусть она полежит чуть-чуть обсохнет вот еще насчет того что обстукивать корнеплоды нельзя да если вот на земля у вас налипла на корнеплодах нельзя их обстукивать нарушается целостность клеток растительных оболочки и всего остального и вместе удара овощ будет гнить загниет так ну пусть морковка пока здесь вот обветривается надо было потоньше потоньше слоем разложить вот чуть-чуть обсохнет я потом приду и заберу вот так пусть обсыхает вырвала теперь осталось убрать бату свеклы отсюда и удалить здесь получается у меня всего осталось три штуки парея он не сейчас пока к столу не нужен у меня есть сорванный один лук я предпочитаю парею снимать очень поздно прям уже по морозу поэтому пусть он сидит набирает еще силу вот если понадобится я его отсюда я сейчас пока возьму смотрите слизень противный такой скользкий вот это на салат мне речка две маленьких я уже почистил я знаете вчера сидела изучала насчет тему насчет ботвы все беспорядок у нас тут не доделано всем уж квартиры занимались это делом еще все нынче я сейчас всю неделю дома уберусь насчет ботвы вот ботву свеклы я нарезаю замораживаю и зимой использую в борщи нам очень нравится щи мой борщистому с ботвой свеклы а вот редичную ботву вчера изучала вроде как бы ее в корее используют в пищу но не знаю но интересно попробовать так насчет урожая я вчера хотела обещала показать свои тыквы вот смотрите здесь у меня лежит четыре тыквы насколько вот это весит на килограмм 5-6 вот это ну 5 может быть вот это не знаю взвесить наверное нужно вот это сладкий банан тыква должна быть большущей но у меня все тыквы не очень маленькие это это я считаю маленький но считаю маленький что в прошлом году у меня по 20-25 килограмм тыквы были вот такая тыковка и вот такая еще две на кухне лежат вот это у меня урожай свеклы по моему 6 штучек мы уже всем всем штучек по моему насколько я помню мы уже съели вот 6 штучек вот таких небольших вот таких и одну вот такую здоровую она весит примерно где-то грамм 700 вот у меня такие здесь несколько штук крупных такие заметно крупные так свеколок вот они лежат и вот мелочь мы свеклу едим мало и поэтому мне этой свеклу долго хватит мне вообще забота как бы ее сохранить до того времени как мы ее съедим может быть действительно тоже ее сварить нарезать до заморозить чтобы не пропадала так вот виноград это привез наш друг со своей дачи вот такой виноградик у них растет мелкий ну такой наград до виноград кисленький такой как полу дикий что не знаю может быть тот же самый амурский что я посадила у себя но это еще не плодоносил так здесь у меня дома всегда хорошо кухне вот они какие тыквы еще они небольшие вот они так надо вымыть руку помешать перемешать варенье на грязь и лузочки стоят что тут у меня еще вот я хочу сделать салат так у меня вот это вот мясо достала из морозильника буду сейчас крутить на фарш это много я всегда много делаю полуфабрикатов помидоры вот сняла вот помидоры снимаю бурыми они потом дозревают перцы это я буду вот этим же фаршем что сегодня сделаю фаршировать вот такие перчики ну что они зеленый все равно вкусно такие тоже созрел на веточки вот и вот сегодняшний урожай огурцов переростки даже есть у культеровый нук салату идет вот солить мариновать огурцы мне уже надоело нам там на два года уже но на соленом мариновано поэтому уже я так на салат оставляю что есть это наши яблоки посмотрите какие красивые то еще дефективные из которых я варю варенье вот здесь у меня сейчас булькает яблочное варенье вот она и интересно здесь разные сорта поэтому часть долек распалась видите вот и стала как пюре яблочное а часть долек целенькие остались видимо это и разные сорта по-разному реагируют на температуру очень вкусное получается вот это вот варенье и вообще никогда в жизни ничего подобного не ела хорошие сорта яблок у нас видите у нас на даче 1 яблони вообще с пятью сортами и здесь варятся вот из той с пятью сортовой яблони яблоки так вот это так с какой же мне иди яблоко то даже не скажу сейчас я уже запуталась вот это по моему брянская вот это видите одно с дефектом это брянская это тоже брянская очень вкусные яблоки это ранний зимний они еще не дозрели но уже очень вкусный интересно что к сердцевинке они кислят а сверху они еще это вот это вот с 5 сортовой яблони я не знаю даже какой сорт видите пестренькая тоже с дефектом вчера перебирала яблоки несколько даже выкинуть пришлось остальные вот так ну что варенье у меня покипит час еще чуть-чуть его выключу до вечера она будет стоять остывать пропитываться еще сахаром вечером еще раз закипячу и разолью по пол-литровым баночкам так продолжаем что у меня дома кошка спит на окне вот такие прихваты в леруа мерлен купили для штор в виде веревки плетеной вот они вот они такие крючочек на стену и цепляется вот каждая штором так сделали этого не было диван вот этот вот диван уедет в квартиру вот это вот оттаманка ли не знаю как это правильно называется станет на его место и хочу накрыть этот диван ну как бы покрывалом надо купить ткань потому что очень длинный диван четырехметровый надо будет купить ткань подходящего цвета ну наверно бежевую куплю чтоб смотрелось в сочетании со штурами серый как-то тут не очень вот этот диван уедет в квартиру он старенький уже здесь у нас часто любит валяться кошки поэтому я покрывалом застелила вот чем я сейчас дома занимаюсь вот приклеила плитки ведь у меня же здесь вот этот плинтус сделан керамическая белая плитка и сверху вот такой молдинг приклеен и вот здесь у нас не было этого плинтуса и вот я вчера приклеила вот эти плитки и сейчас мне мне нужно будет отрезать куски молдинга и вот сюда приклеить над плиткой вот и вот с этой стороны тоже приклеить то меня здесь пистолет с клеем лежит вот эти вот резные деревяшки вот они у меня уже лежат давным-давно но очень много было дел некогда было заниматься я их на этой неделе покрашу выходные мы их на кухне прикрутим знаете куда под потолок вот будет как как подзор по всему периметру будет прикручена вот такая вот резная доска вот здесь будут тоже из резной доски с более крупным рисунком карниз вот там уже карнизик сделала эту шторку я еще не повешала ее только примерила вот такие шторы будут на обоих окнах вот такие кухонные ну вот показала вам что у меня дома делается солнышко выглянул видите как хорошо сейчас буду обедать и заниматься дальше садом огородом фарш буду крутить салат делаю пусть настаивается из редьки и морковки вот это вот у меня мой клуб кто видел лук эксибишен салатный вчера половинку из использовала сегодня вот вторую вот заварением занимаюсь вот такие у меня дела ну что здесь еще это физалис вырос на даче я взяла это у меня теперь будет стоять такой яркий сухой букет все мой маленький влог окончен всего вам доброго приходите еще с вами была марина на канале русская душа всего хорошего вам салат